Музыка И всем привет дорогие друзья Подписчики моего канала С вами Фиксели Сегодня мы продолжаем играть игру Назад будущее Продолжить Назад будущее Игра Ладно Ладно Суббота 13 июня 1931 года Так Ладно Надо бы по-моему Поговорить с Эдной Стрикланд Стопа Мы глянем Ко сюда Эммет нужен спирр Для его реки Новобура Ладно Эдна Эй Мистер Крокин Постарайтесь привлекать Поменьше внимания Я в погоне Я в погоне за очередной сенсацией Как говорят у нас в газете Ладно Что за эсперсин Другой столь Извините за Эйнштейн Что за сенсация До меня дошли слухи Что в бесплатной столовой Сестер Милосердия Творятся какие-то темные делишки Знаете Там недавно сменился владелец И Ох мы не должны делать Преждевременные выводы Пока нет фактов Я надеюсь Что это всего лишь сплетни Ведь если это правда Что тогда станет С обществом трезвости Не говоря уже Об остальных Благодарительных организациях Которые я доставляю Бесплатный суп Ладно Вы развозите суп Вы развозите горячий суп? Это мой скромный вклад Правое дело Как говорится В здоровом теле Здоровый дух Я забираю в столовые бочки С горячим супом И отвожу их бедным И обездоленным В сиротский приют Хиллвейли В детский дом Святого Франциска Ксаверия В лечебницу Для умалишенных Дом на Туманной горе В дом Престарелых Тенистые луга Ах сразу Всех и не упомнишь Но это очень серьезно Я могу помочь вам Развозить суп Я тоже уделяю Много времени Благодарительности И с кем вы работаете? С братьями Марио А да Итальянцы делают Так много хорошего Если бы вы договорились Чтобы я мог Забирать бочонки с супом Придержите коней Немного терпения В этом городе Только я развожу суп И я не намерена Уступать свое место Выскочке Но если у вас Хорошие связи С местными Благотворительными Организациями Да Вы можете сообщать мне Когда у них Заканчивается суп Что еще за Общество трезвости? Вы никогда о нем Не слышали? Они заняты Очень важным делом Берут беспробудных пьяниц И превращают В бывших Беспробудных пьяниц Я одна из его Основательниц Это не означает Что когда-то я была Ну вы поняли Раньше мы собирались В подвале Бесплатной столовой Сестер Милосердия Но новый хозяин Почему-то не желает Нас туда пускать Нам негде собираться Так Я знаю место Где может собраться Общество трезвости Да? И где? В резиденции Брауна Вы имеете в виду В особняке Судьи Брауна? Да Его сын Эммет Мой хороший друг И он сказал мне Что судья Браун С радостью Предоставит свой дом Для такого Благородного дела Правда? Никогда в жизни Не получала Настолько щедрого Предложения Пожалуйста Передайте вашему Другу Эммету Что мы согласны До начала собрания Еще есть время Так что члены Общества Могут успеть Немного Да ладно Поговорим еще А вы закончили Заметку Для которой брали У меня интервью О Карле Сагане Да Но эти тупоголовые Редакторы Ее не приняли Они назвали Материал Тенденциозным И заявили Что я прославляю Поджигателя А нормально Что в своих статьях Они прославляют Криминальных крыс Заправляющих городом Это меня настолько бесит Что иногда хочется Плюнуть на все Конечно я никогда Так не сделаю Это запрещено Да и неприлично Ладно Я хочу извиниться За поведение Эйнштейна Ума не приложу Что на него нашла Тогда я надеюсь Вы научили его Хорошим манерам Ага Я нашел человека Который его отвлекает Молодец А теперь посмотрим Знаешь ли ты Таблицу умножения Ладно Вообще-то Я действительно знаю Кто нуждается в супе Да И кто же Так Общество трезвости Общество трезвости Как хорошо Что вы о них подумали Но собрание Пока не началось К тому же Мы не хотим Чтобы они ели Холодный суп Ладно Ну тогда Ну тогда Вы просили предупредить Когда у какой-нибудь Из благотворительных организаций Мне нужно навестить Кого-нибудь с бочонком Они не договаривают Дом престарелых Наши дорогие старички Суп одна из маленьких радостей Ладно Эдна Просто подумай о всех бедняках И перестань воротить нос Мистер Доннели Я сомневаюсь Что это суп Ну ничего Ничего Сейчас мы все Разведаем Разведаем Так Столовая Столовая Зашел Молодец Эй, Биток Да? Только что прибыл грузовик С новой партии Эээ... Супа Супа, супа Ну да Это обычный суп А это... Необычный Отлично Необычный Девяносто градусный Что ты делаешь? Я добавляю приправы в суп Секретная рецептура Послушай Это тебе не совой А мы тут вовсе не за тем Чтобы кормить всех этих придурков Роскошными супами Боссу нужно бизнес налаживать Так что прекращай бездельничать И займись своими обязанностями Ладно, ладно Просто попробуй этот супчик Ну как? Теперь я понимаю Почему рецептура такая секретная Так Труба Кажется, эти трубы ведут в подвал Походу, надо сделать так Простите Это ты мне? Так Поэтому это используется как столовая Можно мне миску супа? У нас тут столовая А ты что подумаешь? Огромный урон пищеварительной системе На вкус напоминает Тосканский овощной суп? Я бы сказал Немного Все считают себя критиками Послушай В моем распоряжении Только эти бочки с грошовым супом И набор специй Пылящийся здесь Со времен президента Куледжа И что я могу с этим сделать? Ты не пробовал добавлять туда Соль, перец, петрушку, перец, чили Соль? Соль? Ты считаешь, что суп слишком пресный? И перца я в него тоже не доложил, да? Я всего лишь предположил, что его можно... В наше время так трудно всем угодить Кухня только для обслуживающего персонала, чучело! Ой! Ладно Отличный набор Ага У нас есть все, что должно быть в кулинарном заведении Понятно Собери, Семен! Собраться? Просто послушай меня Так Есть предложение, как нам заполучить самогон? Самогон? Спирт, Эммер Хм... Можно сделать вывод, что самогон находится в одной из тех бочек Возможно, ты прав Но в какой? Если бы эти бочки попали в мои руки Я мог бы их взвесить и сравнить удельный вес Удельный вес? Забудь, Эммер Мордовороты малыша не позволят нам экспериментировать с их бочками Да, я думаю, ты прав В таком случае мы можем просто задать вопрос по... Какой? Нет ли у вас бочек с незаконным алкоголем? Ты это серьезно? Ну, тогда можно попробовать пойти на хитрость Пойти на хитрость? Хорошо На какую хитрость? Ладно Мы все равно добудем этот самогон Я подумаю над этим Так Дверь рассмотрим Я не смогу удержать эту дверь открытой без чьей-либо помощи Ладно, Эммер Эммер Да Эммер Я не могу пролить дверь Мне мешают эти столы Дверь? Ты что, собрался просто войти туда и взять бочонок со спиртным? Нет Конечно нет Это было бы глупо, да? Я бы сказал да И все же я хотел бы открыть эту дверь Отсюда я ничего не добьюсь Это же элементарная задачка по физике Рычаг и стопор Посмотрим, что мне получится Ладно Чини Чини, мой друг Чего тебе, парень? Так Это как? А почему суп в бочонке? Наверное, потому что так проще Угу Зачем такому крутому парню, как малыш Танен, понадобилось... Мистер Танен Приобрел у сестер милосердия столовую для бедных Чтобы восстановить свою репутацию уважаемого члена общества После того, как его честное имя было опорочено в средстве злонамеренных действий обманутых вандалов Которые сожгли его бизнес Его подпольный бар Я не могу не подтвердить, не опровергнуть обвинения в незаконной торговле спиртным в... В... Ешь свой чертов суп, сопля Угу Ладно Значит, здесь раньше была столовая? Что значит, раньше была? Несмотря на смену владельца, это заведение и сейчас используется для раздачи бесплатного питания бедным и нуждающимся И больше ни для чего! Правильно Угу Ладно У меня есть еще идея насчет твоего супа Рассказывай Ты не пробовал добавлять туда... Ладно Паприку Паприку? Я подумал, что его можно немного подкрасить Краситель Угу Ладно Угу Эврика Че там у него Эврика? Он чё, открыл дверь? В самую точку, док Нет, ничего Просто я здесь ещё не освоился По крайней мере, те столы теперь не упадут Ладно Лучше с ним не разговаривать Я не хотел бы испортить ему жизнь Эмин Убийца Да Это интересно Немного изобретательности И вот, дверь открыта Да, отличная работа Мы всё равно добудем этот самогон Я подумаю над этим Так, ладно Чё нам делать, чё нам делать, чё нам делать Совет Кажется, в бочонках с супом Ага, в стойке есть нечто более крепкое, чем суп Да ну Вы не можете попасть на кухню Но вы всё ещё можете заставить объекты перемещаться Стреляр стоит на подъёме, что проведала нам Сдвинуть кап Чего тебе, парень? Так Не-не-не-не-нет Не против, если я немного осмотрю? Нет Нет Отличный набор Ага У нас есть всё, что должно быть в кулинарном заведении Но к нему нельзя подойти, да? Ага Ну что поделать Так Чего тебе, парень? Я думаю, что суп всё ещё недостаточно Ну блин, походу так всё было Не думаю Кажется, эти трубы ведут в подвал Да ты что Кухня только для обслуживающего персонала, чучело Ой Ну блин Так, ладно Включите поемник, чтобы наклонить стилляж Я это понял Но как мне его включить? Кажется, эти трубы ведут в подвал Сюда Я думаю, что суп всё ещё недостаточно Ну блин, и что мне сейчас делать-то? Ну блин Болина, 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 болина. Кажется, эти трубы ведут в подвал. Да, вы не можете попасть на кухню, но еще... Какие объекты могу, блин, заставить, сдвинуть? Ну, блин. Он продвинет стилёжа, мне-то что делать? Ну все, вот теперь все крутое просто. Вот, ну как все круто продумано. И сейчас придут новые бочоночки, правильно, супер просто. И сейчас мы будем действовать. Тарелка мерзкого супа. Я думаю, что суп все еще недостаточно. Блин, они не договаривают. Ничего, 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 ничего. Ладно, сейчас будет, будет, сейчас нам поможет гиктофон. Возможно, иначе будет. Возможно, иначе будет. Это что, Бауан? Не уверен, что из этого что-то... Получится, получится из этого многое. Ну, блин, не трожь. Кухня только для обслуживающего персонала, чучело. Чучело... Чучело, чучело... Вот, как надо все. Вот, вот ты супер. А, мисс Трикленд, за супом, пожалуй. Ладно вам, мистер Доннели. Вы же знаете, нагибы моей не было среди всей этой пародии на милосердие. Если бы, бедняки Хилвейли, не зависели настолько от внезапно проснувшейся щедрости мистера Таннена. Это означает согласие. Просто дай мне суп, пока я не заткнула твое лицемерие. Я скажу больше, что вы передавали привет. Не сомневаюсь, что передашь. Эдна забрала бочонок самогона. Теперь нам нужно как-нибудь отобрать его. Ладно. Будет все как надо. Как надо, 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 надо. Надо с ней поговорить. Да куда ты пошел, дебил? А, велосипед. Отличный велик. Аист. Аист? У меня нет никакого дела до аистов. Меня волнуют справедливость, безопасность, закон и порядок. Не обращайте внимания. Эй, мистер Крог. О, здравствуйте, мистер Крог. Боюсь, что у меня мало времени. Скоро начнется собрание общества трезвости. Так. Вы просили предупредить, когда у какой-нибудь из благотворительных организаций... Мне нужно навестить кого-нибудь с бочонком. Так, общество трезвости. Общество трезвости. Точно. И вскоре они соберутся в доме Брауна, а мы до сих пор не обеспечили их едой. Я очень тронута щедростью вашего друга Эймита, предоставившего для собрания дом своего отца. Что? Подождите минутку. Сони. Ответь мне во имя Томаса Альвы Эдисона, ты понимаешь, что делаешь. Ты еще не понял? Тебе нужно спиртное для Бура. Эти бутлигеры из бесплатной столовой не позволят нам так просто забрать самогон. Но мы можем сделать так, что его заберет мисс Трикланд и привезет спиртное прямо к тебе домой. Нет, ни за что. Почему? Я не могу пустить посторонних людей в дом своего отца. Что мы знаем об этих людях? Так, главное, они хорошие, они трезвые. Они трезвенники. Название общества уже говорит само за себя. Ну, хорошо. Но, но папа любит... Так, меня тут на минуточку отвлекли. Так, продолжаем. Тишина и покой. Они наверняка будут шуметь. Так, будет тихо. Какая-то, похоже... Так, главное, что плохого в шуме? Они будут очень тихо себя вести. Вы же... Да-да, я буду очень тихо бить в бубен. Ты слышишь? Да, но... Но почему? Ну, это все равно невозможно. Да, уж. Тихо бить в бубен. Так, хорошо, тогда заботьтесь. Это так, подумай об общественной трезвости. Ладно, вот так. Ну, тогда бог с ним. Забудь обо всем. Заодно и про испытание реактивного бура. Мы же не... Нет, я вернусь в Вашингтон и скажу парням из бюро, чтобы они выписали патент доктору Маккоя. Подожди! Вы предупредите всех членов общества, чтобы они вытирали ноги перед тем, как войти в дом. Так это вы, Эммет Браун? Я так и думала. У вас такое благородное лицо. Эдна Стрикленд. Даже не знаю, как отблагодарить вас за такую щедрость. Приятно познакомиться. Взаимно. У меня плохие предчувствия. Не стоит так переживать. Мне тоже. Ну вот, мы вручили повестку. Бочонок самогона везут к тебе домой. Теперь можно отправляться в лабораторию и начинать. У тебя ведь есть лаборатория? Разве я смог бы что-нибудь изобрести, не будь у меня лабораторией? Или в третьем. Боже, как я давно в это играл. Да! Я побежал за реактивным буром. Отлично! Пошли! Время не ждет! Ты уверен, что это сработает, Эммин? Не суди о моей лаборатории по ее запущенности. Если все пойдет по плану, скоро мы станем обладателями самого эффективного ракетного топлива в мире. Это великолепно! А как? Очень просто. Эта ручка отвечает за подачу постоянного электрического тока в камеру электролиза, вырабатывая водород, который поступает в цилиндр первичной перегонки. Не прекращая следить за производством водорода, регулярно подсыпаем мелкие частицы протеина в контейнер с бактериями, вырабатывающими азот, необходимый для катализации реакции. Круто! Нужна крайне высокая температура. Необходимо поддерживать постоянную температуру реакции в пределах 623 градусов по шкале Кельвина. Осторожно подкачивай меха. Есть вопросы? По-русски, может, испытаем... Эммек, что это за сборище пьяниц на нашем газоне? Святые угодники, это же мой отец! И что? Он не подозревает о том, что я здесь занимаюсь научными экспериментами. Он думает, что я тут читаю книги по юриспруденции. Ты присмотришь за реакцией, а я постараюсь от него избавиться. Присмотрю за... А может, мы лучше начнем, когда он уйдет? Слишком поздно! Реакция уже началась! Не переживай, я буду помогать тебе, чем смогу! Но... Сейчас, папа! Отец! Да, я твой отец! Так, ладно, приоритет... Как бы ты нас дал комнату, полный адвокатов внутри горящего здания? Хорошее начало! Ладно, я знаю, как... Что нам надо делать... Играл... Это может стать для тебя шоком, папа! Но далеко не все хотят стать адвокатом! Шоком! Есть! Это не пища для размышлений, пап! Это какая-то... Размаз... Ладно... Кормим бактерии... Отлично! Теперь поверни вентиль! Отлично! Четверть работы уже сделано! Эмит, верни! О! Ладно... Давление на меня и так слишком сильное! Эм... Есть! Вот это надо... Надо думать, давай быстрее, 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 быстрее... Есть! Почему бы тебе не покормить уток, отец? Покормить... Готова? Ты знаешь, кто изобрел огонь, пап? Я тоже не знаю, но уверен, что не адвокат! Есть! Дарсон... Это моя вина, раз я не способен высечь искру из законов и регламентов! Я нашел пасхалку на вот этом вот счетчике... Зачем микроорганизмам законы? Блин, 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 блин... Там максимальное число 88! Вот! Ага, осталась ровно половина! Эм... Отлично, продолжай в том же духе! Окей... Была бы твоя воля, ты бы всех просадил по камерам и никого не выпускал! Тон Браун и следили за соблюдением законов и счет тех самых форм, как Господь заранил искру в жизни! Я все... Эм... Чем жарче ты говоришь, тем больше я уберу... Ты стремишься быстро сжечь все мосты, сын? Адвокаты, это всего лишь раздувшиеся шары с газом! Ладно, понял... Ты не станешь так горячиться, папа! Горячиться... Есть! Жаль, что у тебя нет выпускного клапана во рту! Угадай, сколько понадобится времени, чтобы рожать огонь под твоей неблагодарной змею! Я не позволю тебе решать за меня, только потому что ты продолжаешь кормить и одевать меня! 17 лет! И еще чуть-чуть! Сейчас, папа! Еще чуть-чуть, так, последний раз! Почему бы тебе не открыть мне дорогу, которую я выбрал? Есть, понял! Ты опять решил меня завести? Если тебе не понравилось мое выступление в зале суда, тогда я... Блин... Ты даже не представляешь... А, нет, 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 блин, 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 блин... Ладно... Блин... Слушай слова, которые я выделяю голос... Не поворачивайся ко мне спиной! Адвокаты, это всего лишь раздувшиеся шары с газом! Есть! Если тебе нравится гореть на своей работе, папа, то ко мне это не относится! Ты теперь хочешь выпускать пар на людях, как сейчас! Неужели ты не видишь, что это пожирает меня изнутри? Ты уже не знаешь, куда повернуть, чтобы этот разговор снова не превратился в монолог! Давление на меня и так слишком сильное! Давление! Я не успеваю! Я не знаю, что съедает тебя, отец! Но пора бы ему уже сесть на вид... Ты даже не представляешь себе, под каким давлением я... Я не успеваю, стоп! Но для меня полыхает пламя, которое не потушит твоим гюрократическим крючкотворством! Все, хватит! Почему я должен считаться с тобой? Ты относишься ко мне, как к жалкой бактерии! Ну все! Почему у тебя не открыть мне дорогу, которую я выбрал? Ну все, ну пожалуйста, хватит! Есть! Боюсь, что нам придется обсудить это в другой раз! У меня суп уже выкипает! Что? Это еще не все, молодой! Фух! Ты в порядке? Вы с отцом так кричали! Этот разговор должен был состояться значительно раньше! Мы... Эврика! 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 Теперь все, что нам осталось делать, это заправить реактивный бурт топливом, и мы сможем... ...взять его и уйти! Но ты не хочешь сначала испытать его! Средний последний управляет через несколько... Да, правильно! Ты должен доставить эту малютку в патентное бюро! А, именно! Скажи мне, Сони, как долго мне придется ждать ответа из патентного бюро? Так, через средний очиститель... Так, приблизительно. Я бы сказал... Я не могу. Да? Эммит, я и не из патентного бюро. Я... Я не понимаю. Я тебя обманул. Я не хотел, просто... Это был единственный способ заставить тебя мне поверить. Видишь ли, кое-кто попал в беду. Этот человек мне очень дорог. Обоим нам дорог. Я не могу сказать, кто это, но... ...нужно его спасти. Сегодня ночью. И для этого мне понадобится твое изобретение. Я верну его. Обещаю. И еще, Эммит. Ты станешь великим изобретателем. Подожди. Держи подачу топлива в пределах восьми. Ну, док, я достал бур. Давай вытащим тебя отсюда. Держи подачу топлива в твое изобретение. Опоздал? Но док они должны были. Док! Его перевозят в другую тюрьму. По соображениям... О! Пойду возьму интервью у шефа полиции. На машину совершено нападение. Подозреваемый убит. Значит, он... И как мне теперь его освободить? Легко. Хотя бы двигатели не пострадали. И сюда. Пошел. Нужай, давай. Я скоро буду, док. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Макси, ты все еще в опасность. Стоп, я должен тебя вытащить. Что это? Повторяю, ты все еще... Ничего, ничего, вытащи меня отсюда, а потом поговорим. А, ладно, дверь. Они заперли. Я знаю! Ладно. Так, что у нас здесь? О! Антенна. Понадобится. Ладно. Реактивный велосипед. Ладно. Надо вот это. Не волнуйся, только кровать еще немного раскрыт. Я не могу взломать замок. Есть ключ, но кажется он спереди. Не волнуйся, док, я тебя вытащу. Осторожно, Марти. Так. Я вернусь. Я буду ждать здесь. А что он здесь делал? Так. Может как-то... Нет. Док. Док-док-док-док-док-док. Док. Малыш Танен ведет грузовик. Малыш Танен. Это многое объясняет. Ага. Я вернусь. Ладно. Надо его отвлечь, док. Он должен отвлечь его, внимание, вот так. Он должен отвлекающий пахтер. Предоставь это мне. Эй, эй, водитель. Мы слишком быстро едем. Посмотрите, как вы вписываетесь в повороты. Что пытаетесь меня убить? Недостаточно быть. Мне не нравится ваш дом. И у меня крайне неудобное сидение. У вас есть подушка, на которую я могу сесть? Эй, водитель. Я с вами разговариваю. Вы слышите меня? Веришь? Спасибо, дом. Я думаю, что это тебя и прозвали, молнией. Вот это ж так. У меня свои источники. Главные источники. Так. Идем ко мне сюда. Берем ключи. Поберегись, дом. Так, нам поможет диск. Получай, саган. Сукин сын. Так, берем пульку. Пистолетики. Нужно как-то избавиться от стихоков. Ладно, сейчас все будет. Главное не... Не психовать. Это ты называешь спасением? Да, такой был замысел. Так, надо док. Док! Что? Док, док, док. Минок, да. Прибавим газу, док! И есть. Поставка на воск. Машина будущего. Док, с тобой всё в порядке? Я в полном порядке. Хотел бы я знать, каким неожиданным последствиям это привело, если бы летающий велосипед был изобретён молодым мной. Ты знал, что случится? Я подозревал. Мне никогда не удавалось сделать так, чтобы ракеты не взрывались. Итак, что нам теперь делать? Теперь мы отправимся обратно в 1986 год, пока наши взаимоотношения с прошлым не привели к пагубным последствиям в будущем. Где ты оставил Эйнштейна? Эээ, Док? Он же не в приюте. Нет, но я думаю, что сейчас нас ждут большие непрятки. Господи! Продолжение следует. Ладно. Таннен был арестован молодым полицейским по имени Дэнни Парнер. Боюсь, уже ничто не спасёт Хилл-Вэлли. Город захлестнула волна хаоса и коррупции. Закончится всё только тогда, когда малыш Таннен скажет, что всё кончится. Ну вот. Первый эпизод мы прошли. Ну что ж, спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. А с вами был Пиксель. Всем удачи, всем пока.